Ребят, где еще можно прогуливаться по степи и встретить такую картинку? К нам идет вот товарищ. Вот я не знаю, он нам наваляет сейчас или попросит еды какой-нибудь? Но выглядит пока забавно, да? Ну, мне уже страшновато. Бежим в машину. Не получилось у нас разобраться, нападают верблюда на нас или нет. Он отправился к еде. Это жираф в багажнику. А это жираф, да? То есть, это жираф, и он отправился к багажнику, там он гораздо интереснее. Коробки с картошкой. Крылья и ноги. Как можно видеть, можно погладить любого из этих животных, включая жирафа, и он предстоит рядом с вами и не лягается, ничего сейчас покажу. Только убегает. О, слушай, сломкаешь? Еще одна остановочка. Здесь необычайные буйволы с такими мощными рогами. Африканские, да? Африканские, да, какие-то африканские. И смотрите, в какой шаговой доступности от них. То есть, к нам подходят ослики, вот эти буйволы, они почему-то здесь все не агрессивные, но по туристам все заточено, привыкли уже. То есть, никаких проблем нет, вот этот мужичок таскает тены, разрешает фоткаться. Я думаю, что самый злобный, это вот этот мужик, который кормит вот этот вот, самое злобное животное здесь. А все остальные довольно-таки позитивные. Контролируют процесс. Да. Включаю вот этого ослика. Здорово, осел. Осел тоже хочет в кадр. Иди, заходи смело. Так, нам повезло, мы подъехали как раз, пока у слонов начались какие-то проблемы. И пришли два дрессировщика, пытаются их успокоить. И говорят, если они успокоятся, их можно будет даже погладить, с ними сфотографироваться. Если нет, то придется прыгать в машину и ретироваться. Посмотрим, что тут реально из этого получится. Дойти, потрогать, но еду трогать нельзя, и только спереди. Посмотрим, как Саша не будет трогать еду. Вот, как вы видите, мы находимся в клетке, в вольере со слоном. Вокруг никого нет, уже все машины разъезжают. Его можешь кормить, трогать. Вон он идет сейчас к нам, и сейчас мы уже не убегаем, мы смелые. Иди сюда, с нами тоже. Слоняра, повторяй, подписывайся на наш канал, ставим лайки. Видите, так как можно его просто трогать. Только просили за ухо не трогать, и еду у него не отбирать. Который зазлится. Ну все, двигаемся дальше, да? Проехали. Ну да, ведущих такой уже. Он будет ни о чем, на самом деле. Так, сейчас мы сидим в машине, и прямо под боком нашего стекла, ну сколько, ну метр, может полтора метра, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть львов, это целая семья, мама, дети. Самец и самки. И самец, да. Ну, довольно милые создания, если не открывать окно, насколько я понимаю. То есть двое из них точно ждут, пока мы откроем окошко. Или вот этот, который нам наверху. О, да я! Приятно, да, когда вы сидите в машине, он на 22 метрах, и такой красавчик. Если мы откроем окно, он в принципе может нам присоединиться, мне так показалось. Он не против. Хотя, если он очень захочет, неужели его стекло остановит, а? Ну, это проверим мы в следующий раз, и сейчас мы отправляемся в другой вольер, к другим животным. Что он сказал? Слово, что выходить из машины нельзя, окна закрыть и аккуратненько проехать весь путь. Глаза тоже закрыты, да? Тоже. Мы заезжаем в клетку ко львам и тиграм. Да. И здесь какая-то особая зона. То есть нас говорят, что это небезопасно. Поэтому на въезде в клеточку каждый инструктирует, что с ним будет, если он сделает какое-то неверное движение. И я так понимаю, что это аттракцион для тех, кто хочет пощекотать себе немножко нервы, выходить из машины. Запрещено, а окна открывать можно. Но только так, чтобы их было быстро, можно закрыть, да? Да, ну лучше мы чуть-чуть прикроем. Едем в клетку к тиграм. Ну, помните, что нас просили не открывать окна, но разве нам это помешает, да? То есть ты сидишь в машине, а вокруг тебя гуляют львы, причем они так странно гуляют, а как будто бы им привезли еды. Тигры. Тигры. А львы будут немножко позже, да? Понятно. Как ты себя ощущаешь в роли обеда? Я все наблюдаю, когда меня съедят. Я буду снимать видео. Ребят, ставьте, пожалуйста, больше лайков, потому что все-таки видео эксклюзивное. А сегодня, по сути дела, завершающее видео на канале Александра. Да? Александр пойдет в утиль сегодня. Я уже не могу. В кафе Ганнибал можно не только покушать в такой энтуражной и интересной обстановке, но и пообщаться, во-первых, с зоологами, которые работают. Да, люди достаточно приветливые, ответят на все ваши вопросы. Да, действительно, очень позитивные ребята. Поэтому... А могут показать вам видео, как рождаются, допустим, верблюд или любое другое животное. И всякие уникальные фишки, например, самый большой мангал, в котором можно вертеть прямо животного целиком, либо барбекюшку, которую можно готовить прямо вот по центру, да? Я думаю, что даже можно заказать у них какую-нибудь поросенка на вертеле, и они без проблем приготовят. Ну, это надо заранее, конечно. Да, конечно, на заказ. Без знания языка будет как-то таскаловато, поэтому надо обращаться к Александру, он все устроит. Но сначала надо подписаться на его канал. Как вы видите, самый большой мангал здесь. Можно на вертеле портелка покрутить. Очень классно, очень эффектно. Как вы видите, прямо на месте вам приготовят мясо. Достаточно неплохой ресторан, достаточно такой интересный. Тематический, антуражный, да? Да, поэтому после поездки вы можете здесь остановиться, спокойно пообедать. И дальше поехать в отель или в квартиру. Собрались работники зоопарка, смотрят, как 21-го числа родился жираф. Необычная система буржуйки. Вот здесь стоит мешок. Это шкурлупа, миндального ореха. Они засыпают его вот сюда. То есть вместо брикетов засыпаешь шкурлупа от орехов. Да, и таким образом топится помещение. Прикольно. Ну что, на этом, в принципе, наше путешествие уже подходит к концу. Мы уже посмотрели все на машине. Сейчас в округе посмотрели мелких животных. То есть помимо большого парка, рядом с кафе «Ганнибал» еще есть маленький парк для самых маленьких детей, которым, может быть, тяжело будет ходить. Есть маленький парк, и здесь не менее интересно. Надо сказать о времени. Сколько занимает время на такое путешествие? Ну, мы это проехали буквально за часа два. Да, то есть у нас ушел час сорок минут. То есть, если вы едете с ребенком, мы должны учитывать, что такая экскурсия занимает порядка двух часов. На площадке, на выезде уже есть цивилизованный туалет, есть трактинг, где можно помыть руки. А также есть неплохое кафе, в котором можно так же антуражненько, скажем. Либо взять с собой какие-то бутерброды, печенье, потому что дети, я слышал, плачут, хотели есть. Ну, да. Два часа все-таки это время, и чтобы детям было комфортнее, может быть, есть смысл с собой взять. Сколько нам все это обошлось по деньгам? 20 евро с человека для взрослого. И 16 евро стоит ребенку посещение здесь. До 4 лет бесплатно. Да, но я скажу по себе, ощущение действительно вау. Оно толстого. То есть после посещения этого места действительно позитивом ты заряжаешься. Я впервые в свое время погладил слона, жирафа, и кого мы еще гладили? Лошадей, буйволов. И друг друга. Поэтому подписывайтесь на наши каналы. Ставьте лайки. Да. И не забывайте о том, что это не последнее наше путешествие. В городе Бенедор мы не оставим ни одного места, которое бы не стоило посетить. Мы пройдем абсолютно все вместе и посмотрим, что можно еще помимо этого. То есть, приехав в город Бенедором, вы можете просто открыть наш канал или канал Александра и посмотреть на этом канал и все видео, которые стоит посетить. Прежде чем вы поедете куда-либо и смотреть на какую-либо достопримечательность, вы будете осведомлены абсолютно обо всем. И о ценах, и о времени, и о том, что можно увидеть. И о процессе. Надеюсь, эти видео вам были полезны. Поэтому не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал и на канал Александра. Спасибо. Всем пока.